Здравствуйте, уважаемые друзья! Я рад быть сегодня вашей компанией. Меня зовут Влад Скоттс. Вас зовут каждого по-разному, но всем мы составляем, скажу, одну дружную компанию, которая продлится ближайший час здесь, в прямом эфире, на канале «Импакт» в рамках программы «Влияние». Сегодня имею честь представить вам человека, я уверен, с которым вы знакомы. Ну, может быть, лично не знакомы, но знакомы с его творчеством. Я сегодня ехал на эфир, и мне позвонил друг и спрашивает, а куда ты едешь, у кого будешь брать интервью? Я говорю, вот приехал такой известный певец Барта Владимир Зыбкин. Он спрашивает, а кто это такой? Я говорю, знаешь, песня такая «Громче совесть Господа». О, да, конечно, знаю. Владимир, я рад вас приветствовать. Я приветствую. Сегодня я здесь, в нашей студии, в калифорийской студии на канале «Импакт». Как вы видите, если вас кто-то лично не знает, то по песням точно узнают. Как вы думаете, какая из ваших песен есть ваша визитная карточка? Ну, к сожалению, моей визитной карточкой является то, что я сам не пою. Не потому, что не имею права, а потому, что я не буду так красиво петь, как Дарина. Визитной карточкой является песня «Когда любовь приходит с неба». Когда-то Дарина вернулась из Соединенных Штатов и говорит, Владимир, нас там все знают. Я подумал, ну, знают тебя, конечно, больше, чем меня. Почему? Потому что считается, что это песня Дарина. Ну, она ее поет, ее музыка. А слова написал я в 2000-х год, где-то в то время. Мы работали в одной группе, группа «Пирс». И вот, собственно, тогда стали узнавать Дарину. А, кстати, часто такое, наверное, случается с автором какой-то песни. Вот написал человек, автор, песню, а вот кто-то исполнил, уже забывает про автора. Очень хорошо. Это правильно. Обидно иногда? Нет, абсолютно. Ну, как это? Не может быть правильно. Что значит правильно? Верующему человеку я радуюсь, что люди поют, что она по сердцу многим людям отзывы. Но вот это приятно. Есть такое недавно, значит, пришли такие строчки. «Красота в любви, в неповторимости, и дух смиренный подлинно высок. А умаляться можно до незримости». Это и показывает Бог. Поэтому вот в том, что тебя не знают, есть великое преимущество. То есть мало искушений, а когда тебя знают, популярность она может испортить. Ну, видите, как-то автор любого проекта, вот архитектор какой-то нарисовал сложный план, но хочешь, чтобы все-таки его имя стояло. То же самое, мне кажется, вот в подсознании любого автора, если это человеческое. Если есть это, если оно возникает, то это очень плохо изначально. Почему? А опасность есть, что я это делал ради себя, или чтобы меня узнали. Значит, делалось-то ради Бога. Смысл вообще творчества какой? «Самоотдача», Пастернак пишет, а не «шумиха», «неуспех». Пастернак делает вывод «позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Ну, если что-то значило. Ну, нет, это, если воспринято, я это воспринимаю как милость Божия, как благословение. Значит, а популярность — это не хорошее дело. Ну, поговорим обязательно более детально о творчестве. Хочу вас попросить, чтобы вы сегодня сыграли, спели вот то ли куплет, то ли всю песню нам. Как вы думаете, вот ваша все-таки визитная карточка, или песня, которая вам сейчас больше всего по душе? Последнее время, вот за последние полгода где-то, ну, вот стала популярна эта песня. Я не знаю почему, вот честно не знаю почему. Мне она казалась грустной, вот такой печальной, потому что у меня были переживания определенные. И вот-вот родилась такая песня. Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет, Что и дни, и что и ночки, до последней самой точки, Все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, Только тело не внимала, тело есть хотела спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, Сколько мне, говорит, еще осталось, не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, Оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая. Рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела. Вот такая песня, сейчас почему-то она многим нравится, Многие слушают. Как вы вообще пишете тексты? Откуда они, как они у вас рождаются? Они какие-то, ну, мне на первый взгляд кажется, Что эти тексты невозможно положить на музыку как-то. Да, действительно, с музыкой очень сложно. В частности, вот с этой песней было сложно. Когда-то я своему сыну, Константину, У меня два сына, Марк и Константин, Константину показал мелодию. Такую, вот, в быстром темпе. И когда вот этот текст пришел, Не было музыки, А вот он просто вечером заходит и говорит, Дай гитару. Я дал гитару. И он начал играть что-то свое, А потом, помнишь, ты мне показывал, И сыграл эту мелодию. Я говорю, подожди. Откуда я ее лет 10 назад, Вот как-то так. И вот оно оказалось. То есть удивительно. Неисповедимые пути Господни, И поэтические тоже, Вот эти все обороты музыкальные. Я композитор никакой, если честно. Ну ладно, вы прибедняетесь. Нет, это аккорды. Что значит никакой? Люди узнают вас по вашим песням. Это мотивы. Это вот как у Высоцкого. Ну какой Высоцкий композитор был? Да, или Ахуджал. Ну что цепляет. Вот, это мотив какой-то душевный. Композитор Бетховен, Моцарт, Бах. Вот это композиторы, это музыканты. А барды — это напевы, это вот такие мотивы отдаленные. Это стихи под аккорды. И поэтому в бардовской среде есть такое выражение «показать песню». Не спеть, а показать. Потому что там особой музыки мало. Есть музыка смысла. Вот это что-то другое. Это мне близко. Я пытаюсь противопоставить в христианстве, допустим, даже. Ну и не только в христианстве. Вообще мирские вещи. Вы обратили внимание, повторов. Сколько? Вот одна фраза, и вот она повторяется в разных модуляциях. И под разный аккомпанемент, чтобы ввести человека в какое-то определенное состояние, как мантра. Я в другую сторону. Я насыщаю смыслом. Мне кажется, что это правильнее, что ли. Чтобы не скользить по поверхности, не сугубо эмоционально. Потому что есть даже просто напевы, джазовые напевы, без слов. Просто поют какие-то фразы такие отвлеченные. Но некоторым нравится и такое. Я ближе все-таки к смыслу, к текстам. Мне содержание. А у вас есть такие тексты, что написали, как не мучились, а на музыку хотелось, но не смогли положить? Есть. Сейчас вот следующий сборник готовлю. Много еще музыки нет. Я ищу и аккорды. Но сам стих, он подсказывает, подталкивает. Но мучительно, когда ты начинаешь петь. О, это повторение вот этой песни Розенбаума. Мелодии. А это Макаревича. А это Высоцкого. То есть все стандартные какие-то ходы, они напрашиваются. И вот это немножко хочется найти что-то такое более-менее оригинальное. Но когда не получается, я называю циклом, цикл песен Высоцкие мотивы. Я созванивался с Никитой Высоцким, сыном. И он одобрил, он послушал песни. Тем более я привел аргумент, говорю, Владимир Семенович сам пел. Не только на свои мотивы, а и на цыганские мотивы, и на другие. Он говорит, нет проблем, хорошо, пойте. Ну все. Так что с музыкой сложнее, чем со стихами. Хотя и бывает со стихами тоже. У Вас есть такие стихи, что Вы написали, а боитесь открыть это людям? Потому что текст настолько глубоко что-то отображает в Вас или в Вашей жизни. Но Вы понимаете, что люди, скорее всего, не поймут вообще или неправильно поймут? Есть. Есть разные стихи. Есть, которые лежат годами, десятилетиями, может быть, ждут своего переосмысления. Потому что это вот пришли строчки, 4-8 строчек. Есть интересные мысли. А чаще всего такие строчки приходят... Почему, как Вы думаете? Когда, в каких обстоятельствах? Переживания. Переживания. Я люблю задавать вопросы себе, люблю задавать вопросы другим. Люблю искать ответы на эти вопросы. Во-первых, в Библии, потому что Библия – главный источник вдохновения. То есть вот где-то на сравнении, на сопоставлении того, что происходит вокруг с тем, что говорит Бог, вот это нерв, вот это оголяется, вот этот нерв. Почему сказано так, а происходит так? Или почему так? Что вот это творится в мире? Я ищу ответы в Библии, и Бог посылает, ну, как бы для меня, для самого меня ответы. Ну, и если они такие, как бы... Ну, можно Вас попросить, что Вы сегодня все-таки открыли вот часть какого-то стиха, строк, которые Вы раньше не хотели вот открывать, потому что думали и полагали, что люди Вас неправильно поймут. Но все-таки эти строки есть в Вашей памяти. Вот хотя бы несколько вот таких цитат, строк. Ну, есть. Есть разные мысли, строчки. Сейчас вот не приходят на ум. Ну, не могу вспомнить, это надо посмотреть точно в записях, чтобы не ошибиться. А простые четверостишие, ну, в слове сокрыта мысль. В мысли витает дух. В духе иная жизнь, вечных законов круг. Новый нам дам завет Божьей любви, святой. Это и есть наш свет. Свет по пути домой. Ну, это старое, дополненное, новое. Ну, есть относительно происходящего в мире. Я тоже переосмысливаю вот эти все процессы, тенденции. И конструктивные, и деструктивные процессы. Все как-то отражается. Вы сказали, что вот вы любите задавать вопросы себе, там, размышлять. О каких темах чаще всего вот вы размышляете или какие вопросы вы себе задаете? Почему так? Как это интерпретировать духовно? Что говорит об этом Бог? Что говорят люди? Вот на столкновении духовного и материального... Ну, в нашем вот таком современном мире есть вот что-то, на что вы смотрите, а вот оно у вас вызывает конфликт? То ли вот в христианстве, то ли в каком-то стиле. Время и вечность. Есть песня, кстати, исполняет Александр Лагвиненко. Время и вечность. Это одна из тоже, на мой взгляд, одна из моих лучших песен. Но их исполняют другие люди. С хорошими голосами, под хороший аккомпанемент, значит, в соответствующем оформлении. Между вечным и временным исполняет Друзенко Люся. У нас в Одессе есть такой композитор, профессиональный композитор с музыкальным образованием тоже. Вот это поют на мои стихи. Время, вечность, Бог, люди, смерть, жизнь. Ну, вот все вот эти темы, они как-то остро переживаются. Ну, плюс возраст. Уже как бы 60, уже надо думать, уже надо подводить какие-то итоги. Даже не первые уже итоги. И когда это переосмысливаешь, смотришь вперед, смотришь назад, смотришь вокруг. Рождаются какие-то чувства, какие-то переживания. И по ночам, в основном, пишется по ночам, когда все спит. Люди спят. Серьезно? Люди спят. И зло вместе с ними спит. И что-то доброе приходит, небо открывается. Вы обращали внимание? Днем небо закрыто. Вот голубой фон, да, а ночью в небо открывается. Вот звезды, высота бездонная. Вот это вот тоже влияет как-то. Часто не спите по ночам? Да, да, часто. Потому что вот такой вы романтик ночи, любите на небо смотреть, писать что-то или что-то вас беспокоит? Люблю тишину. Да, когда одного сценариста спросили, когда вы пишете свои сценарии? Он говорит, я люблю, когда все дома и все спят. Вот это все здоровы, все дома, все как бы спокойно. Можно подниматься внутренне, можно отрываться как бы от земли. То есть человеку дана такая власть, такая способность мысленно. Мы не можем без самолета, без специальных средств оторваться. А мысленно, духовно мы можем подниматься. Собственно, молитва, она поднимает. Парадоксально, да? Молиться значит умоляться. Одновременно мы поднимаемся. Федоров был такой учитель Циолковского, кстати. Циолковский родоначальник космологии и вообще освоения космоса. Его учитель говорил, что молитва – это первая из искусств, которая ставит человека из горизонтального положения в вертикальное. То есть делает, собственно, его человеком. Это Николай Федоров был такой учитель, охранитель Румянцевской библиотеки. Интересный. У вас есть песни, которые, собственно, и есть ваша молитва? Да все песни в какой-то степени молитва. А так, чтобы специально вот такой молитвы… Сейчас не припоминаю. А сколько написали стихов, песен? Ну, много. Я не считаю хороших, мало. Ну, таких вот, как я понимаю, всегда… Ну, что такое «хороший»? Ну, вот когда любовь приходит с неба, я считаю, хорошая. «Посмотри, как горит свеча», я считаю, вот, хорошая. «Время и вечность» хорошее. «Между вечным и временным» тоже хорошее. Ну, и… Ну, потому что люди ее знают, поют или… Не знаю, потому что, а, кажется, что я их бы не исправлял. Вот. А другие все-таки где-то что-то… Часто исправляете? Например, старая песня «Дом первой любви». Дом, где мы когда-то жили, дом, где на руках носили. Вот. И в конце финал такой. «Дом, ну вот и мы. А мы ли?» И кто-то мне написал, а что значит «амыль», «амыль», «чем омыли», «как омыли?» Я говорю «амыли». То есть, вот это уже неправильный оборот. Это если читать, тогда правильно. Но песню нужно петь, песню нужно слушать. То есть, вот такие вот мелкие неточности, ну, вот они как бы немножко смущают. Это я бы исправил. Но уже то, что записано, как Пилат говорит, что написал, то написал. Я когда разговаривал с одним композитором, он сказал, вот я никогда не угадаю, какая песня станет шлягером. Вот я, бывает, написал что-то, между прочим, а вот как понеслось, и подхватили люди. Да, это часто бывает. У вас есть такое, что вот вы написали, вам кажется, что оно сейчас вот пойдет по людям, будет очень популярно, а оно в итоге как-то осталось при вас, в вашем сердце? Да, есть, там много, большая часть, мало вот такого популярного. Ну, я же не резник там, не репчинский, как у нас. Вот есть такие великие поэты, песенники, да. Вот. Я как-то в основном среди своих. А в христианской среде... Кого своими называете? Христиан. Ну, церковь, христиан, верующих людей. Ну, православные даже поют некоторые мои песни. Ну, вот вы говорите среди своих, но вы не вписываетесь в формат такого, знаете, от христианина. У вас стиль оригинальный. Да, оригинальный, это как бы вот такой стиль от имени христиан. Это для людей, наверное, неверующих в большей степени. Потому что в церкви, конечно, гимны должны петься красивыми голосами, под орган, под красивую музыку. А у меня такая вот... Ну, но вы прибедняетесь, а не это, имея в виду, что там красиво, орган у вас некрасиво. Ну, традиционно. У вас какой-то такой стиль, он, ну, давайте скажем, такой не церковный. Вот вы можете быть чужим между своим. Вот, поэтому я говорю на языке любителей Акуджавы, Висбора, Галича, Высоцкого. Ну, вот сейчас Юлий Ким там, Шауф там. Ну, вот много бардов, которые пишут о разном, но житейском. А у меня духовная ниша. Вот, и когда приходится выступать в такой бардовской среде, они немножко, то есть, что-то узковато. Не о романтике, там, не о любви, не о кострах, там, не о море, а вот... Ну, мне кажется, почему в таком стиле именно передается этот глубокий смысл? А потому что все-таки текст, слова, оно цепляет больше, чем вот что другое. Например, у меня такие примеры, как Булата Акуджавы есть. «Совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство». Послушайте, это буквально христианская песня, вот на таких я учусь. А у Высоцкого есть «благодать или благословение не спошли на подручных своих. Дай им Бог совершить омовение, окунаясь в святое святых. Исцелением от язв и уродства будет душ из живительных вод». Это слово «возврат к первородству» или нет? «Осушение болот, то, что мучит тебя, испарится и поднимется ввысь к небесам. Ты же, чистившись, должен спуститься. Бог с грехами расправится сам. Не спеши прежде времени к душу, не мешай с омовением мытье. Нужно веником выпарать душу, нужно выпарить смрад из нее. Загоняй поколение в парную и крещение принять убеди. Лей на нас свою воду святую и от варварства освободи». Послушайте, эту песню можно петь в церкви. Это Владимир Семенович Высоцкий. То, что они не допели, то, что они не смогли вынести на поверхность. Наверное, я продолжаю. Такая миссия. Именно духовный аспект. А Вы продолжаете почему? Вам просто это нравится? У каждого, наверное, поэта есть свой банальный вопрос. А почему Вы пишете? Приходит. Это приходит. То есть оно действительно приходит? Нет такого, что Вы сели, хочется что-то сочинить? Ничего не выйдет. Ничего. Лучше уснуть. Вот если хочется что-то сочинить, лучше просто лечь и уснуть. Оно приходит и не дает спать. И вот иногда жена просыпается в 6 утра, а я пишу. Вот, говорю, извини. Все, ночи нет. Это если не на работу идти на следующий день. Так бывает. А где работаете, пожалуйста? Работаю в разных местах. И в церкви. Разные виды деятельности. У нас в Одессе говорят, нужно работать на трех работах. И ночью еще немножко шить. Ну, вот так и приходится. Но вы ночью вместо этого шить, вы сочиняете. Да, я сшиваю слова, да. Пишу. Великое благо современные средства связи. Раньше нужно зажигать свет. Или включать какую-то лампочку. Брать ручку. Брать лист бумаги. Так было многие годы. А сейчас тихонечко включаешь телефон. Все записываешь, набираешь. Большое удобство. То есть, ну, прогресс. Попрошу еще что-то спеть. Что у вас на сердце есть? Ну, одна из тоже популярных, как бы уже известных песен из нового сборника. Называется «Слава Богу». Я при советской власти говорил «Слава Богу». Вот, когда все говорили «Слава КПСС». Сейчас говорят «Слава Украине». А я продолжаю говорить «Слава Богу». Ну, сейчас посвободнее будет, конечно. Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет. Потому как там у Бога живы все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева мафусал Енох и Ной. Короли и королевы, но и сосед покойный мой. Короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б все землей кончалось, было б легче, меньше бед. Жил себе, как получалось, закопали и привет. Но не тут-то было в каждом. Есть бессмертная душа. И, конечно, очень важно, как судьбу ее решат. А судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. Кто хоть что-то понимает, не берется утверждать. Человек предполагает, что не скоро умирать. Мол, еще оформлю визу, полечу в Китай-Тунис. А жизнь, она ведь из сюрпризов. И на тот свет летят без виз. Жизнь такая из сюрпризов. На тот свет не надо виз. Но, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема. Кто не в теме, там чужой. А ведь всех предупреждали. На земле был Божий Сын. Кстати, с ним двоих распяли. А в рай попасть успел один. Двух разбойников распяли. А раскаялся один. Это самое интересное. До чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное. Хорошо, если будем в нем. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус. Мир гуманей не стал. Спрос на временное вырос. А на вечное упал. Спрос на временное вырос. А на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов. Разберись тут, что почем. А выбор все же делать надо. Безошибочный причем. Если скажем слава Богу, приоткроется секрет, уменьшающий тревогу по дороге на тот свет, потому что слава Богу скажут ангелы в ответ. Вот такая песня, такие рассуждения. А вы сказали, что говорили всегда слава Богу. Даже при Советском Союзе были проблемы из-за этого? Были, конечно, сложности свои, трудности, но Бог помог все преодолеть, пройти. А какие самые трудные трудности были? Ну, неохота ворошить прошлое, и то, что было, уже было. Но сложно было с образованием, получить образование верующему человеку. Или нужно было притворяться неверующим комсомольцем, коммунистом, вы же понимаете. Поэтому были трудности в определенное время с образованием, но потом уже ближе к 30 годам началась оттепель, открылись учебные заведения, я заканчивал в Москве библейский институт. Ну, так уже получилось. А кем мечтали вообще по жизни? Кем хотели быть? В детстве мечтал быть моряком. Вот, ну, не судилось, там сложности возникли. Одесса город подходящий. Да, папа был моряк, да, в этом смысле, и люблю море, как бы родился и вырос в море у черного. Расскажите о ваших родителях, о своем детстве. Родители замечательные люди, я единственный сын, отец моряк, мать медсестра, простая семья, но по линии отца он из православной семьи, а по линии матери из протестантской семьи, там фактически мамин папа, мой дедушка был расстрелян в 37-м году. Вот. Ну, и получилось так, что две традиции, восточная, западная, во мне сошлись. Я помню, как мой дедушка по папиной линии и моя бабушка по маминой линии сидели за круглым столом тоже и что-то обо мне спорили. А спорили, я помню, насчет крещения. Ну, нужно ли крестить детей. А мне было лет 8-9, ну, это все, что я помню. Дедушка с бородой, вот, ну, трудно представить себе, какие у них были ощущения, но бабушка очень добрый человек и дедушка очень добрый человек. При всем при этом родители мои уже пришли к Богу, к осознанию необходимости и крещения, и служения, уже позже меня. Я в 19 лет. Какой ваш был путь к Богу? Ну, как бы, и простой, и сложный. С детских лет я приходил в церковь, был на богослужениях, а уже в юности, ну, как по Фрэнсису Бекону, советнику короля английского, когда мы знаем мало, мы обращаемся к Богу. Когда узнаем немножко больше, мы отвергаем его. Когда узнаем еще больше, возвращаемся к нему. Вот это, вот где-то таким образом произошло и в моей жизни. Я вдруг понял, что, как Арсений Тарковский писал, листьев не обожгло, веток не обломало, мне и вправду везло, только этого мало. Вот мне было мало, и когда побывал на богослужении, посвященном столетию русской Библии, это 1976 год. Вот приблизительно в ноябре это было, это был поворотный момент. Я вдруг понял, что нужно меняться, нужно поворачиваться к Богу. А можно не поворачиваться, то есть это было в мыслях. Твой выбор, ты решаешь. И я это отчетливо помню, и я сделал выбор в пользу Бога. А часто ли у вас, бывало ли, бывает еще такое, что до сих пор все-таки свои вас не признают, как своего? Вот вы не вписываетесь в формат такого, знаете, протестантского человека. Вы о Высоцком рассказываете, о других ваш стиле, о песне, оно что-то другое передает, оригинальное. Да, ну в общем-то, я пою в церкви, вот там, где я, в своей, в среднем раз-два в год. Почему? Ну, вот так, чтобы не надоедать. Есть люди с хорошими голосами, хорошо владеющими инструментами. Не знаю, вот так складывается, не потому что не разрешают, а потому что просто вот как-то в основном вокруг пою. Ну, вы, наверное, пишете какую-то песню, дает вам покой, вот сидеть и не спеть эту песню для людей. Я пою, записываюсь, записываюсь, приглашают меня в разные города, в разные страны, я пою. Ну, вот, в частности, вот у вас разве это не вдохновляет? Конечно. А где вы еще выступаете? Я имею в виду, вот посещаете, вот... На радио в Одессе бывает, на телевидении только в 90-х. Помню, часто приглашали что-то спеть, вот такое. Ну, 90-е, это был такой, волна, подъем, реформы в государстве, перемены такие все. Ну, и вот, как бы я был немножко востребован, делали там разные программы музыкальные, и помню, такая была программа «Каюта Капеллана». Вот, и мы там, Сергей Викторович Санников такой, и мы там беседовали на разные вопросы, вот, включая и пение, и светские программы, приглашали попеть, вот тоже на телевидении. Правда, там нехорошие условия, ты должен спеть одну одесскую песню. Не нравятся вам одесские песни? Нет, дело в том, что я пою только свои. Ну, и у меня аккомпаниатор был известный в Одессе, он и сейчас есть, гитарист, Владимир Козырец, золотая гитара Одессы, считается. Ну, и мы вместе, и я говорю, ну, что сыграем, что споем? Ты одессит, Мишка. И там есть удивительные слова, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Ты одессит, Мишка, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Я ухватился за это слово в конце, мы спели пару куплетов, я говорю, вот как раз об этой бодрости духа я и пою, вот мое творчество направлено в этом смысле. Ну, вот такую выбрали песню. Старая песня, Утесов ее еще пел, вот. Но приходится выполнять это, я считаю, что не страшно. На телевидении свои законы, здесь свои, там свои. Я где-то в интернете прочитал, что вы на радио одно время работали, работаете еще? Да, я немножко, да, немножко работал на радио, немножко занимался редакторской работой, программным директором был, записали там, программу. А что ввели на радио? Новая заповедь программа, 3.16, на ум, ну и музыкальные разные, слово из песни была такая программа. Христианская тематика? Да, в основном христианская тематика. Духовно-просветительская тематика. Я преподавал в гуманитарном университете одно время. Ну, в принципе, вот эта деятельность такая, духовно-просветительская поэзия. Где приглашают? Вот вы пригласили, я пришел к вам. А в интернете с вашим творчеством можно ознакомиться где? На YouTube-канале? Вообще, вы есть где-то в социальных сетях? В основном в YouTube. В основном в YouTube там кто-то выставляет мои, делают клипы на мои песни, называют по-разному песни. А это совсем не так, как вот, например, песня называется «Душа», что я вначале спел, «Залетела душа в тело». А там пишут просто «Залетела душа в тело». Владимир Зыбкин. Ну, ну, спасибо. Итак, значит, воруют ваши стихи, бывает? Может быть. Я не сталкивался пока с таким явным, вот что нам, нет, где-то не подписывают просто, что это я, а мои стихи, а просто поют, читают, слава Богу. И в этом смысле, как только я начну жалеть или обижаться, или, не знаю, мне будет как-то не по себе, перекроется источник вдохновения. То есть я должен быть свободен от этих негативных реакций на чью-то, не знаю, неаккуратность, неосторожность, небрежность или... Да, в общем, все как-то надо прощать. А вас не раздражает, когда вот берут ваши стихи и перекручивают? Перекручивают, мелодии пишут совершенно другие. Но он уже смысл теряется, не то, что вы хотели сказать, но как это может поэта не раздражать? Ну, где-то, если раздражает, то совсем чуть-чуть, поверхностно. Так, я стараюсь глубоко, ну, самоанализ на то и существует, чтобы задавать себе вопросы. Спасительная формула у меня такая, может вам пригодится. Я всегда говорю так, я не такой плохой, как вы думаете, я гораздо хуже. И мне становится легче. Ну, вот и все. То есть обижаться не стоит. Нужно делать выводы. Ну, просто сделать выводы. Я говорю себе, сам себе, говорю, как тебя зовут? Владимир. Так тебе и надо. Успокойся. Все хорошо. Раз так Бог допускает, значит, нужно. Мы же не... Не что-то... Вот человек, который начинает из себя что-то представлять, поднимает самооценку, все. Это он начинает упираться в какие-то пределы. Он уже творческий. Здесь нужно наоборот. Чем меньше о себе думаешь, чем больше пропускаешь ценного. Мне в этом смысле нравится Евгений Евтушенко. Удивительный человек. «Себя низвести до пылиночки в звездной туманности, конечно, старо, но поддельных величий умней и нет унижения в осознанной собственной малости. Величие жизни печально осознанно в ней». То есть, вот это гениальные строчки. Сережка Ольховая, по-моему, называется. Вот такие вещи. Ну, сильно как-то... Я согласен с вами, но все-таки сильно по-небесному как-то. Все-таки мы люди. Хочется, чтобы что-то было вот то, что мы сотворили так, как мы сотворили. Это же ваш почерк. То, что вы хотели... Да, Бог знает, что и когда. Лучше нужно отдавать другим. Все остальное оставлять себе. Ну и вот... Для меня дорог процесс творчества, а не его результаты. Это состояние души, состояние духа. А результаты — это аплодисменты, это деньги, это признание, это уже... Это уже... Это выход в тираж. Все. Это уже как-то... Что-то не то. Поэтому лучше... Я вот поэтому меня в сетях нигде нет. Я там, одноклассники, контакты, фейсбуки. Это все не для меня. Чтобы не расстраиваться. Это плохо, наоборот. Слушайте, кто-то будет хвалить — это плохо. Кто-то будет ругать — это тоже неприятно. А так я чувствую себя комфортно. Когда я в стороне, я чувствую себя комфортно. Ну вот... Я узнал, что тут в Калифорнии тоже некоторые известные люди тоже избегают вот этого. Ну... Мне так легче. Я... Я уже в том возрасте, когда ищу комфортную такую обстановку для... Вы по натуре такой закрытый человек? Не любите вот таких обществ, каких-то вот не совсем хорошо знакомых? Как вам сказать? Да, да. Чувствую себя неловко. Ну, как любой человек не в своей тарелке, когда не знаешь, о чем говорить и как себя вести. Ну, вот на публике, когда выходишь, бывает волнительно, бывает трудно, особенно когда первый раз... Неужели? Ну, простите, но вы применяетесь немножко, потому что... Это видимость. С вашим вот багажом знаний. Это видимость. С этими материалами, песнями, только стихом. Ну, как вы можете говорить, что у вас нету вот что сказать? Я пытался, пытался проанализировать природу страха и для себя вывел такую форму. Я боюсь подвести того, кто устроил то или иное мероприятие, того, кто обо мне что-то говорил хорошее и меня рекомендовал. И вот я боюсь этого человека подвести, что-то не так споюсь. Вы идеалист? Вы хотите, чтобы все идеально было? Ну, нет, конечно. Но хочется, чтобы лучше. Потому что несколько раз бывало такое, что ошибался, сбивался. Ну, с другой стороны, надо так. Это нормально. Дело житейское. Ну, в вашем стиле, наоборот, больше ценно вот так не сбился, а вот сама душа, самая передача. Да, вот это... Иногда вот такие моменты, что человек сбился, запнулся, оно еще больше предает... Да, ну, я видел, как сбивались, не хочу называть фамилии, но очень известные фамилии, всемирно известные барды сбивались, и это меня не радует, это просто немножко утешает, что я не в единственном числе, и все люди, все ошибаются. но не хочется подводить тех, кто ожидает от тебя больше, вот в таком плане. Ну, вы, конечно, наверное, не помните все стихи, которые написали наизусть. Нет, конечно. Нет, в основном те, которые пою. Для этого наношу с собой там этот альбом с текстами, ну, чтобы подсматривать. Ну, которые чаще всего пою, вот они, они в памяти. Расскажите о ваших альбомах. Вот сейчас у нас есть... Это не все, но... Три. Первое время «Странная тень». Это где-то 2004-й, по-моему, в конце там есть. Да, 2004-й год. 2004-й год. Ну, вот это после кассеты. Была кассета «Пора понять». И многие песни с этой кассеты, с этого сборника я перенес уже на новые носители. Переписал. Плюс новые песни. Значит, и вот... Это вышло... Я не помню, там есть... Вот где какие песни, я приблизительно помню. Ну, вот с интервалом несколько лет выходили четыре сборника вот после кассет, когда начались уже вот новые CD-носители. «Время – странная тень», кто там, потом «Смыслоискатели». Вот это где-то 15-й, 16-й год. И вот в прошлом году вышел «Предчувствие света». «Последний сборник». «Пока четыре только альбомы». Сейчас собираю на пятый. «Чем ваши сборники отличаются друг от друга? Отличаются чем-то?» «Ну, как по форме мало отличаются. Гитара. Последний сборник отличается тем, что попробовали проэкспериментировать, ввели там клавишные инструменты, виолончель, такие вот. Ну, попробовали немножко разукрасить. Но некоторые стали похожи на шансон. И это не совсем. То есть это уже... Вы не любите шансон? Ну, почему? Хороший шансон лучше плохой бардовской песни. И хорошая бардовская песня лучше плохого шансона. Ну, шансон, как правило, он такой вот немножко народный, блатной, такой вот. Многие так вот соскальзывают туда. Криминальный. В тюремный фольклор, да. Вот это не совсем как бы приемлемо. Ну, и попробовали. Я сделал вывод, что вот такая форма больше не будет. Надо все-таки делать одну гитару, две, накладку записывать, и будет звучание такое вот по душам, ближе к бардовской песне такой авторской. Ну, сколько я общаюсь с христианскими вот исполнителями, те, кто выпускает диск, для них это убыточный проект финансовый, я имею в виду. Для вас это прибыльно? Да нет, тут прибыль какая может быть? Какая может быть прибыль? Это в основном презенты, это... Просто оно вам не дает покоя, вы это издаете. Зачем? Сейчас попытаюсь объяснить, я как-то вот думал, почему я так волнуюсь, почему я спешу закончить тот или иной сборник, когда особенно подходит к концу, чтобы это было записано. А будет оно издано, не будет оно издано, будет оно там опубликовано, или будет популярно, не будет, меня не волнует, чтобы оно было записано, то есть вот записать. Вот почему-то такое вот успеть. Не знаю, вот предыдущие смыслы искателей, я волновался при выходе. Когда записано все, я успокаиваюсь, оно уже есть, оно уже как бы зафиксировано. Не знаю, то, что я хотел передать, то, что я хотел выразить, оно как-то уже есть. Остальное все в работе, остальное все еще неопределенное. А как вы название выбираете вот к вашим сборникам? По песням. То есть вот, например, «Предчувствие света» у нас песня главная, а «Предчувствие света» тоже песня такая. Это вот основная вот шлягерс этого диска песня, вы так полагаете? о свете очень много. Здесь о свете, о Боге, о вечном. Вот «Предчувствие света» на какое-то время всей мир приходя, находя в нем себя или не находя, мы в предчувствии света, нас тянет на свет, даже там, где написано «Выхода нет». Ну, вот-вот это тексты. Ну, последнего диска нету здесь, да, в вашем? Нет, предпоследнего. А вот из последнего диска какая песня к вашему названию? Называется ваш последний диск «Смысл искателей»? Нет, это предпоследний «Смысл искателей». «Последнее предчувствие света». А, «Предчувствие света». Эту песню можете исполнить? Нет, Нет, я эту песню, вот я только что процитировал ее. Это «Пречувствие света». «Мы идем вопреки или наперекор, как когда-то Каспар, Бальтазар, Мельхиор, мы навстречу идем, а не просто вперед. И предчувствие света нас не подведет». Вот это последняя фраза из этой песни. Ну, там личные такие песни, вот глубокие есть, там, по-моему, Калифорния здесь есть. Про Калифорнию написали? Да, я петь не буду. Это о земляках. «Снова дальняя дорога мне стелется, и не просто, а по небу по-синему. Калифорния и я аж не верится. Земляков там пол-Одессы, как минимум». Эта песня вот чисто бардовская такая, о впечатлениях о Калифорнии, о том, как у вас хорошо. Ну, это я написал предыдущий приезд свой. Собственно, с этой песни начался этот сборник. Ну, и она самая легкая получилась, такая, воздушная. То есть без особой духовной нагрузки. А ваши дети вот по вашим стопам пошли? Вот как-то упомянули, что мам сын помог выбрать. Да, младший музыкальный, более музыкальный, старший менее музыкальный, но зато живопись, он художник. Так, дети. А планируете вот как-то общий альбом с вашим сыном выпустить, нет? Ну, он в таком же стиле в бардовской? Играет, да. Он играет, но режиссеры пока не разрешают. Там другие гитаристы есть. Вот, сыном. Вы, наверное, главный режиссер, нет? Я как бы, да. То вы не разрешаете. Да, я... Дело в том, что там... Я сам играю очень скромно. Более чем. Значит, поэтому те, которые мне аккомпанируют, они на записи. Я их прошу, чтобы они играли как попроще, чтобы не стыдно было мне повторять потом играть. Потому что будет сильно большая разница, если слишком будет такой профессиональный аккомпанемент. Но они поэтому стараются, сдержанно. Ну, хороший. Александр Лагмененко главный звукорежиссер. И он запись занимается. А когда первый раз гитару в руки взяли? Как вы решили? Лет 13. В детстве, фактически в детстве. Когда только... Самоочко взяли? А все самоочко. Услышали Битлз когда-то, когда только начала появляться такая вот современная музыка. Это, сейчас я вам скажу, это начало 70-х. 70-е, 71-е. Вижу, вы знакомы с такой светской эстрадой, музыкой? Да, ну, я же... Как бы мне интересно. Я выбираю для себя... В мире есть очень много хороших примеров. Вот нельзя все как бы отбрасывать, что оно там не божие, не духовное. Есть хорошие... Есть те, которые недалеко от царствия Божия. А кто так? Кто вам нравится? А это Андрей Макаревич. Андрей Макаревич... Между раем, землей и адом нет лазеек, сомнения прочь. Правит ночь гефсиманским садом, беспробудная злая ночь. Ночь усталым сомкнула вежды, тишиной напоила сад. А сподмижники безмятежны, А соратники сладко спят. Это вот он перед... Перед песней, пустым обещанием и сказком «Не верьте». Замечательное стихотворение о Христе. О ефсиманском саде, о страданиях. Он как бы предварил все свои неприятности в последнее время. Нравится Розенбаума есть. Я люблю находить в авторах и исполнителях то, что не популярно. То, что не получило своего развития. Почему? Потому что духовно, потому что слишком глубоко, потому что слишком напрягает публику. А люди любят что-то легкое, веселое, такое поверхностное. И выбирают у авторов вот именно такие песни. А я выбираю серьезные. У Розенбаума есть очень серьезные песни. Ну, конечно, Куджава, Галич, Висбор в меньшей степени. Не потыкают вас часто христиане, что, мол, вы пропагандируете вот в светских... А я их не раздражаю. Я стараюсь их своим творчеством не раздражать. А те, которые слушают... Есть песни, которые я не пою. Скажем, в христианских аудиториях. Ну, на всякий случай, чтобы... Особенно старше... Спотик куплетик такой песни, которая не для христианской аудитории. Ну, даже можно... Рисковали люди, в общем-то, издревле. И в азарте находили искомое. Но я привык следить за играми издали. Даже если там друзья и знакомые. Вот и здесь смотрю. Какие вы разные. Но характеры похожие. Вздорные. Ты хотел все время ставить на красное. А жена сказала, ставим на черное. Ну и так дальше. Про кого для что эта песня? А это наблюдение. Это наблюдение о взаимоотношениях. Или, например, «Как живется тебе, старый друг мой и брат. Мы почти в сентябре, И вот-вот листопад, Сумрак прожитых лет. Улетели мечты, И с печалью им вслед. Улыбаешься ты, Ну давай будем искренни и честны, Хоть немного ты искал, Но не истину. Ты любил, но не Бога». То есть это песни, направленные к людям, Думающим, ищущим, чувствующим нерв стиха. Вот в таком плане. Кто-либо ценит поэзию, Особенно поэзию 60-х годов, прошлого века. Кто ваш учитель? Из поэтов? В общем, поэтов... Значит, по смыслу, По смыслу Давид, Вот сын Иисея. Самый популярный, Самый великий, Самый печатаемый, Самый читаемый поэт, Это Давид. Книга «Псалтирь». Кто не знает, пожалуйста, Почитайте. Нет популярнее поэта, Нет более печатаемого. Есть псалмы, Которые вы положили на свой Бардовский сельспей. Нет, на протяжении Трех тысяч лет И равных ему нет. Это по смыслу. А по форме, Вот те, которые, Кого я перечислил, Евтушенко, Значит, на его стихи Много песен положено. Значит, И Натсон, Семен Яковлевич, Вот, Тютчев Очень вдохновляет, Пастернак, Бродский, Ну, Бродского там, Вот это Полина Огуреева Исполняет, Мой Орликин. Мы едем, Едем по земле, Покуда не умрем. Просто удивительный текст. Ну, Лауреат Нобелевской премии. А Что-то ищет в небесах И часто плачет по ночам. Это он о себе. Это он о себе. Он чувствовал, Что рано уйдет. Вот такие вдохновляют Тексты. Ну, Вот, пожалуй, Основные. Пастернак, Тютчев, Евтушенко, Бродский, Натсон. Вот такие. Ну, Остальные уже в меньшей степени. Я слушаю ваши песни, Смотрю на вас. Вы не похожи Вот на такого Протестанта-христианина. Вот вы оригинальный человек. Но кроме всего, Вы еще и Пастырем являетесь. Ну, Как вам сказать? Не буду называть имен И хвастаться. Я не пастырь, Я в большей степени Благовестник. Потому что у нас Пять пастыров В церкви. Я такой Вспомогательный, Помогающий. Значит, Когда я есть. Но какое служение Вы несете? Что именно? Проповедью. Служение проповедью. Ну, Вы знаете, Вы так спокойно говорите Проповедью. Образовательная, Да. Типа вот так Что-то уборка Проповедью. Да, Это проповедью. Это одно из самых Служений в церкви. Да, Ну, Когда я есть. А когда меня нет, Ну, Там меня заменяют В этом смысле. То есть, Такое престижное, Там, Президент, Месси, Там, Пастор какой-то церкви. Нет, Это... Не любите таких Тайтов? У меня нет таланта. Нужно себе признаться И говорить правду. Вот, Пасторских даров У меня нет. Вы думаете, Я не пробовал? Пробовал. Думаю, Владимир, Что вам многие Завидуют И хотели бы иметь Ваш талант. Спасибо, Спасибо. Ну, Это тяжело. Во-первых, Жене тяжело. Ну, Во-вторых, Всем остальным, Потому что Это требует И Много Терпения Требует Большого. Бывает, Ваша жена Критикует Вас За какие-то Песни, Творчество? Нет, Жена старается Поддерживать, Потому что Жена Это благословение, Это лучшее Поддерживание. Если бы не жена, Я бы ничего не написал. Вы понимаете? То есть От 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 нее Очень много Зависит. Это благословение. Значит, Жена Добродетельная Это Для нее Тоже часто Пишете Что-то? Да, Есть Песни Ну, Как На 25 лет Знаменитая песня Количество лет Вот В сборнике Кто там По-моему Есть там Вторая песня Вот По-моему Так и пишется Мои лурочки Мелочи жизни Количество мест Коли лет Количество лет Количество лет Вот Это песня Посвященная Жене Ну, Как бы У нас Четыре минуты До конца Афера остается Я хотел бы успеть вам задать вопрос Я называю их между тем Если бы вы могли В себе изменить Что-то одно Что бы это было? Что-то одно Изменить в себе Из чего? А вот Вообще Не знаю Может быть характер Сделал бы немножко мягче Какая ваша Главная слабость Как вы считаете? Главная слабость Да их много Я не знаю Какую выбрать Наверное, слишком Остро реагирую на происходящее Это вот Надо бы Чуть-чуть по Какой недостаток Вы Легче всего Прощаете? А легче всего Прощаю В людях? Да даже не знаю Наверное Наверное Глупость Прощаю Какой день В вашей жизни Вы вспоминаете Как самый счастливый? Конечно Когда я стал Верующим человеком Когда я обратился К Богу Это поворотный момент Это рождение Фактически Началась новая жизнь Жизнь Которая Вот Была совсем другая За что вы Любите жизнь? За то Что в жизни Есть Бог И люблю Бога Потому что В нем есть жизнь Вот так Вот это можно Перевернуть В одной Потому что Бог есть жизнь И жизнь есть Бог Это Это вечная жизнь Это не просто Вот то Что проходит Мы с вами Друг друга видим И сейчас Закончится эфир А через Короткое время Закончится год А еще пройдет Время И закончится Эта земная жизнь А с Богом Жизнь не кончается Вот это Самое прекрасное Что есть И Верующий Во Христа Не умирает Я Я это говорил Своим родителям Когда я их провожал Мы не умираем Мы не умираем Мы остаемся Переходим От этого мира В другой Вот это Это самое ценное Уважаемые друзья Напомню Что сегодня У нас в гостях Поэт Барда Пастырь Владимир Зыпкин У нас остается Одна минута До конца эфира И я хотел бы Отдать ее вам Давайте ее Закончим Какой-нибудь песней Подбирайте Подбирайте слова Не спеша Как для сердца Лекарства Доносите их так Чтоб ни капли Любви не пролить Пусть услышит душа Как прекрасно Небесное царство И почувствует то Что словами нельзя Объяснить И почувствует то Что словами нельзя Объяснить Замечайте почаще добро Пусть его и немного Сохраните что есть Как хранят до весны семена И соделает чудо рука Всемогущего Бога Будет жизнь до краев И добром и любовью Полна Будет жизнь до краев И добром и любовью Полна Избегайте обид Для того чтобы не оступиться Научитесь прощать И заветное счастье придет Пусть вовеки не будут печальны Любимые лица Подбирайте слова Остальное любовь подберет Подбирайте слова Остальное любовь Подберет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok